Метафоры костра! Говорит ты не понимаешь это фильм про мечту! Как говорится, сходи к психологу Stop right there Сразу клоунада вылезла говном изо рта OH, WE BEGIN! Польша на евровидении 2020 оказалось, что мое видео про Little Big в трендах россии Perdai Поэтому у меня полностью хорошее настроение, не дай Бог, Польша мне его испортит. Будем смотреть на что способна Алисха Зьемплинска с песней Эмпайрс. Поехали, это Рамузыка. Евромидение, Евромижен. Привет, ребята, меня зовут Рамин, это Рамузыка. Я, по-моему, это уже сказал. Наш штаб конкурса Евровидение под названием Евромидение, главное место на Ютубе для просмотра Евровидения и обзоров, открыт и продолжает свою работу. Мою подругу зовут Авакар Ди Би, она сегодня не участвует в съемках. Мне лень сдвинуть диван, вы это уже знаете. Итак, сегодня мы смотрим Польшу, финал польского обзора. Националь финаль перформанс. Алисха Зьемплинска Эмпайрс Полаунд. Я сегодня смотрела видос про ЛБ. Умница, Руфия пишет 01116. Ребят, это наши зрители, у меня эксклюзивный прямой эфир в инстаграме, у меня эксклюзивный прямой эфир в инстаграме, где подписчики могут посмотреть, как я снимаю это видео. Возможно, кто-то себя узнает, кто-то себя увидит. Не забывайте также у нас каждую реакцию проводится розыгрыш годовой подписки на Apple музыку или Яндекс музыку. Смотрите до конца видео для всех подробностей. Итак, Польша. Давайте прочитаем описание. Я попытаюсь как-то разноображивать эти реакции. Алисха представит Польшу на Евровидении в Роттердаме с песней Эмпайрс. Она, короче, получила какие-то все свои баллы и дохрена у нее баллов. И она обогнала Альберта Дзерни и Кассия Дерен. Поздравляем Алису. Пришло время реакции. О, как на странице-то поднялось. Смотрите, сразу клоунада вылезла говном изо рта. Я записываю. Первое впечатление. Вы спросите меня, какие они у тебя. А я вам скажу. Какая-то баллада, походу, опять. Цепливая. Окей. Кто так смотрит на меня? Значит, я, честно говоря, сначала перепугался. Думал, какой-то драматичный, глубокий голос. Такой. Какая-нибудь. Сейчас будет Монсеррат вторая. Оказалось, какой-то слабый, дрожащий, неуверенный голос. Может это изменится? Может, ей просто эти ноты сложно выпивать? Какое-то что-то прям такое чувство, что как будто... Даже не опертая. Но она же не могла выиграть. Если она выиграла, значит, там дальше будет жара. Даже это показало, что фальшивит. Ну, не фальшивит, но подрагивает точно. Что это за волнение такое. Причем студия маленькая. Как ты будешь петь на Евровидении? Так, нет, все серьезко. Все-таки вокальная песня. Вокальных песен не всегда бывает много на Евровизион. Оооо! That's cute! Слушайте. А, то есть, уже заголосила. То есть, это уже другой... Я вижу текст сзади написан. Ashes to ashes, ashes to ashes, dust to dust. Пепел к пеплу, пыль к пыли. Ну, песня о любви. Окей. Вот так. Что могу сказать? Во-первых, это такая драматичная певица. И очень такая чувственная песня про любовь. Что мы сожгли империи. Если я правильно понимаю. Burning an empire. Я не знаю, а у нас текст где-нибудь есть? Вряд ли у меня есть где-то текст. Но нет у меня нигде. А, нет, вот есть текст. Burning an empire happens so easy. Plain with fire, maybe if you... Не, ну, значит, я все правильно понял. Короче, да, сжигание империи. Это ведь так легко. Видимо, какая-то идет отсылка, когда еще было разрушение разных империй древних. Ну, что? Plain with fire. Типа, играем с огнем. Может быть, это мы с тобой... Ну, да, короче. Драматичная песня о любви. Просто было ощущение вначале, что как будто ей низковаты куплеты. Но вот в припеве все смыкается у нее хорошо. И все очень звучит пока хорошо. Я забыл, что я снимаю ролик. Я думал, что я вам в прямом эфире. Слушай, реалистичность же достигается, когда я общаюсь на видео, как вот в прямом эфире. Как с друзьями. Like Moth to a Flame. Ох, боже мой. А что не с глазу на глаз, пуля к пуле? Что это за текст? Короче, топик такой не трендовый, я вам скажу сразу. Не особо трендовый. Песни о любви всегда трендовые. Но трагичные песни о любви хорошо заходят на Евровидении. Когда они сопливые. Когда они по статистике. Я не говорю, что она должна быть такой. Гневные песни о любви не в таком почете. То есть она ясно дело поет, ну то есть от боли в сердце, от разочарования. Она очень эмоционально поет. Но это все-таки такая больше, как говорится, сходи к психологу. Такая нервятина. Я не знаю, как это сказать. Вот. Это очень похоже мне напоминает на какие-то темы Бонда. Именно. Там же такой, как будто намек на оркестр на заднем плане. И у нее такой драматичный посыл. И в песнях к фильмам Джеймса Бонда обычно такой текст, что типа. Пуля к пуле, приготовься умирать. Где твоя пыль, но ты виноват. Вот это вот все. Это похоже на Джеймса Бонда? Ну я не знаю. Для меня, по крайней мере. Я просто готовится выход фильма Джеймса Бонда нового. Я переслушал почти все саундтреки. И там такой текст. Мне тут смеются, тут со мной в чате над фразой сходи к психологу. Я хочу сразу сказать, что, естественно, не умоляю никаких людей с проблемами психологическими. И у каждого из нас, я думаю, вы понимаете, что они есть. Я просто хотел показать вам, что песня такая. Больше нервная, чем грустная. Да, это песня Адель. То же самое. This is the end, hold your breath and come to turn. Вот она так на споке поет. А потом, let the sky fall. Тут то же самое. Вот она поет опять. We're the flame and the match. Что она сказала? А, gasoline and the match. То есть ты бензин, ты бензин, а я спичка. У кого такая песня была? Ты мой людь, а я пряник. Ну вот то же самое. Ты бензин, а я спичка. Мы все сожжем. Я не знаю, почему она придерживается этой темы огня. Эту тему можно было закрепить в первом куплете и отойти от нее. No looking down. Ну, лучше бы под ноги-то смотреть, а то на бензин наступишь. Вот это мне понравилось. Burning the lamp! Тут очень прикольно. Газпром пишет в чате. Это новый гимн Газпрома. То есть я смотрю так, чтобы вы не думали, О, Ромин, ты оскорбляешь, что-то на самом деле душевная песня. Так будет смотреть половина Европы. То есть все радуются, праздник, песни классные. И вот если выйдет такая, ну вот, с таким лицом девушка и будет говорить Ты меня бросила, и я подожгла спичку, и мы сгорели вдвоем! То это не произведет никакого эффекта. Песня, о чем по сути песня, мало кому интересно, потому что она не о любви, это просто, знаете, метафоры костра, как говорится. Метафоры костра. Пусть она могла назвать эту. Fireplace Metaphors. Назвать такую песню. Свою песню таким названием. То есть по сути она просто всю песню пытается по-разному назвать огонь и рассказать, как они друг от друга отдалились. О самих отношениях тут Ты слишком хорош для этого дерьма. Ну, выбирайте выражение, это все-таки канал Ромонска. Зайка моя. Да, это из Зайки моей. Ты че там, ты роднёк, а я спичка. Я вставлю какой-нибудь кусочек. К банькам моей, я в твой тазик. Пуля к пуле, приготовься умирать. Где твоя пыль, но ты виноват. Эта песня такая, знаете, разовая, чтобы произвести вау-эффект вокалом. Такие поют на голосе, такие поют на вокальных конкурсах. Жюри просто вот так вот изливается в слезах и такие сидят Вот она поет в конце и жюри такой И потом, знаете, у всех слезы Я почему сразу вспоминаю этот Сингер, или как там в Китае конкурс, где Димаш Кудайбергенов О господи Это какое-то прокаженное слово У меня то кашель начинается Где Димаш Кудайбергенов пел Там, значит, были такие вокальные вещи И все офигевали в слезах И тут же забывали. То есть, вот это вот такое Вот по участнице видно, что она такая Пой Возможно, участница просто поняла, что она не поедет на Евро Вот тебе, боже мой, заплякали Боже, боже, боже Хорошая Но песня, на самом деле, трогательная Если она вам близка Собственно, с любой песней, знаете Я ходил на La La Land Тоже ревел Я ревел А мне сказали Рамин, что это? Какой-то мюзикл? Ну, прыгает эта большеглазая Эмма Стоун в желтом платье. Ну и что? А я говорю, ты не понимаешь, это фильм про мечту. Вот тут так же. Если вот эта девушка сожгла своего мужа на даче в костре, она ей сразу трогательно. Или он, знаете, поджег, хотел костер поджечь, шашлыки сделать, а сгорел весь дом. И может, ей эта тема больна. Вот она вот нервничает. Я не буду скрывать, это все шутки шутками, но есть интересные вокальные приемы, которые она использует. Все-таки тут такие нетипичные, как еще сказать, мелизмы. Такие вот эти ходы на белте. Раз уж мы выпендриваемся. Они не суперстандартные. Все равно, общее впечатление у меня такое... У меня есть такие песни, я согласен. Вот так что я сижу и прям хлопаю. Агилера мне напомнила. Ой, ты с этим мосту и флейм прям привязалась. Мост, это че? Че это за слово? Есть такая песня, мосту и флейм, или альбом у Рамштайн. А, еще не все? Ну, это Агилера мне напомнила эту... Sorry for Hertz Агилеры вместе с Файтером, Агилеры. Ты на девятом месте? Мы на девятом месте в трендах! Продолжаем. Алиса с Земплинска. Давай, заканчивай. Боже! Она поняла в конце, такая, пипец, могу и не пройти. Остановим на этом. Боже, ребята, ну вы слышали мои впечатления по поводу... По поводу песни. Хочу, хочу, что вам хочу сказать. Из плюсов. Во-первых, я себе табличку собрал с местами выступления в полуфиналах. Алиса с Земплинска будет выступать из... Из 18 человек в первой половине, то есть с первого по девятый номер. Это еще сильнее уменьшает шансы ее в полуфинале, потому что у песни больше шансов забыться, пока все участники допоют. И все такое. Make the world move. Ой, я вставлю обязательно этот мем с Агилерой. Короче, если Али Сжа, Али Сжа соберется, то она может получить какие-то удобоваримые голоса от жюри. Потому что, помните об этом, из Македонии в прошлом году Тамара Тадевска была. Она же была на первом... Она на фоне Зеркал пела, я еще сравнил ее выступление с Лазаревым. Первое место заняла в жюри, если не ошибаюсь. Я помню, она была очень высоко. По-моему, она была первая. То есть, когда в жюри попадаются все такие вокалолюбы, баллы соответствующие. То есть, когда выступает какая-то такая песня, и рядом выступает Тамара Тадевска, все сразу... Ну, это конкурс вокальный, пожалуйста, вот тебе все баллы. Но, Ван Гую, зрителям тема будет не близка. Концовка, конечно, пипец. Напомнила Агилеру с голоса, когда она с силу грином пела. Я отрывок вставлю обязательно. Короче, если особо не будет баллад, то жюри, я думаю, ей дадут баллы какие-то. Люди же разные. Какие-то, какие-то жюри топят за вокал. Какие-то топят за весь полноценный номер. Но все-таки в Евровидении участвует 41 страна. Я думаю, что без проблем найдется другая страна, которая будет удовлетворять требованиям и жюри, и зрителей. А чтобы как-то завершить эту красоту, я предлагаю вам поучаствовать в конкурсе, который я устраиваю с каждой реакцией Евровидении. Ребят, с каждой реакцией на Евровидении на обложке будет значок подарочка. Это значит, что в видео может или не может разыгрываться приз. Я просто решил поблагодарить подписчиков. Плюс такой сезон мой любимый Евровидении. И плюс я никогда толком ничего не разыгрывал. И я сам приобрел эти призы. Никаких спонсоров нет. Никого не рекламирую. Значит, мы разыграем подписку на Apple Музыку или на Яндекс Музыку, чем вы пользуетесь на целый год. Польша будет разыгрывать эту подписку на YouTube. Что для этого нужно сделать? Нужно удостовериться, что вы на меня подписаны. Нужно поставить лайк ролику. И нужно написать комментарий. С секретным условием. Так я буду знать, что вы смотрели ролик до конца. Потому что это условие будет сказано только вслух. Значит, напишите любой комментарий. Какой комментарий, какой хотите. В комментарии должно быть обязательно слово Польша с буквой Щ. Так я пойму, что вы участвуете в конкурсе. Так я пойму, что вы дослушали условия. Ну, так вот. Конкурс будет проводиться одни сутки или двое суток. Все. И мы это очень быстро разыграем. Потому что реакции идут вот так. Вот пока у меня деньги не закончатся, будем разыгрывать годовые абонементы, подписки на музыку. Чтобы вы слушали хорошую музыку. Чтобы у вас были для этого возможности. Поэтому всем удачи. Лайчик, комментик. Да, все, да подписочка. Все как обычно. Ну и все. Увидимся с вами. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там у нас все время трансляции. Есть еще какие-то интересные вещи. На мой инстаграм. Там будут производиться другие розыгрыши. Больше я не буду говорить, где розыгрыш. В инстаграме или на ютюбе. И есть ли он вообще. Поэтому подписывайтесь. Будете в курсе. Ну, а я вам желаю хорошего дня. Увидимся очень и очень скоро. Счастья вам. Любви. Целую. Пока-пока. Ну что, как вам видосик-то? Как вам стримчик? Давайте, может, как закулисье. Давайте, как закулисье, покажем еще раз вас подольше. Может, кто-то себя найдет потом. Вот, пожалуйста. Кто увидел свой ник? Кто увидел свой ник? Мне кажется, они будут отзеркалены потом в итоге. И никто себя в итоге не увидит. Ой, даже фотоаппарат даже лица находит на ваших никах. Ну все, спамеры пошли. По пять одинаковых комментариев. Ладно, все. Ладно, счастья вам, любви и терпения.